Всего каких-то 20 лет назад многие и представить не могли, что работа может приносить удовольствие. Тогда вариантов найти работу по душе было, откровенно скажем, немного. Да и самого понятия «любимая работа» как такового не существовало. Выпускники школ шли учиться в местные вузы и техникумы, получали дипломы и далее по накатанной. Сегодня на первый план вышел интерес к работе. Важная тенденция, которую сейчас демонстрирует современное новое поколение. Разные есть нюансы. В основном это поколение, рожденное уже в конце 90-х, начало 2000-х. Они следуют за мотивацией. То есть они выбирают свою работу не по принципу «я должен работать», «я должен социально состояться». Они выбирают профессию по признаку «хочу» или признаку «интереса». Вот это самая сложная тенденция, с которой сейчас мало кто умеет справляться из работодателя. Эти молодые люди выбирают для себя комфортное и счастливое настоящее. Ведь две трети их жизни пройдет именно на работе, на любимой работе. Интересная профессия становится сродни хобби, задачи – приятным времяпрепровождением. А дополнительной мотивации и не нужно. Человек выбрал работу мечты. И хорош тот работодатель, который эту ситуацию попытался понять, принять и трансформировать на благо предприятия. Она есть изначально у всех. На самом деле можно хотеть бежать на работу мечты. Алла Пугачева однажды сказала, если ты встала утром и не можешь не петь, ты певица. То есть смысл «моя жизнь – это пение», выражать то, что я хочу через пение. Или как великая балерина, мой кумир Екатерина Максимова говорила, что у меня все болит до того момента, как я выхожу на сцену. Как только я выхожу на сцену, я забываю сразу про всю боль и я танцую спектакль. То есть у каждого, не только у великого художника, актера, писателя, есть вот этот огонь внутри своей задачи, которую он может нести. Этот огонь внутри нас создает движение, желание жить и двигаться вперед. Вот так вот внутри бабочки начинали шебуршать, когда он говорил про работу мечты. Если там, где вы работаете, нет у вас бабочек, нужно срочно с этим разбираться. Психологи и бизнес-коучи сегодня много говорят о хобби, как о составляющей успеха и счастья. Хобби может приносить вдохновение и дать силы ходить на работу, либо оно может приносить доход, само превратившись в работу. Всегда говорят, а что вот выбрать? Я хочу пойти делать то, что я хочу, но там я не умею зарабатывать, или вот я работаю, уже там стал финансистом, потому что так хотели родители, там я умею, у меня большая зарплата, но не вдохновение. Рекомендую совмещать. Скажите себе, что вы сдаете себя просто в аренду. Вот сейчас вы свои умения, знания, опыт вот сюда в этой компании сдаете в аренду, а вот здесь вы начинаете развивать свое творчество. И какое-то время вы это можете совмещать, может быть даже годы, постепенно, пока не начнете укрепляться в том, что вы делаете. А может быть вы и так и всю жизнь выберете, но здесь у вас будет отдушина, где вы дышите и можете спокойно развиваться, а здесь вы вкладываете в работу. Поэтому не надо делать резких решений, заявлений, можно компромисс находить и двигаться в двух плоскостях. Чтобы найти свое призвание, достаточно обратиться к прошлому. Самый правильный путь – вспомнить, что вам нравилось в детстве. В детстве мы никогда не ошибаемся, потому что у ребенка еще нет вот этого социального давления, что престижно, что модно, что нет. И он двигается по своей душе. Если вам нравилось заниматься авиамоделированием, стройте сейчас яхты, друзья. Если нравилось танцевать, пожалуйста, тоже не идите за модой, выбирайте свои движения. Отыскать свое «я», поверить в свое дело и не позволять никому ставить под сомнение свои мечты – наша главная обязанность перед самим собой. Очень часто просто это обесценивается. Мы обесцениваем сами себя, свои качества. Когда мы позволяем людям говорить, что нет, неправильно ты чувствуешь. Вот так правильно. И когда мы думаем, да, действительно, как-то что-то не то, наверное. Мы обесценивали раз, мы обесценивали два. Обесценивали когда-то, может быть, неосознанно, неявно родители, учителя, работодатели. И вот это живое существо внутри нас, горящая душа, творческая там женщина, творческий мужчина, мы закрыли в шкаф и убрали. И сказали, нет, мы не можем, потому что у нас есть сейчас обязательства, деньги, и я буду делать как правильно, а не как я хочу. Задача потихоньку открыть этот шкаф, достать эту творческую душу. Когда нарабатывается сила быть устойчивым в том, что тебе говорят, когда он идет за своим огнем и не боится его сохранить и быть устойчивым, не позволить никому его загасить. Тогда получаются вот эти горящие глаза.